здравствуйте друзья сегодня я украинский историк расскажу вам о княгине ква которая основала московию по крайней мере в московии в этом были убеждены в семнадцатом еще веке что их основала княгиня ква и все это конечно же подтверждает стереотипное утверждение о москве как о залезском болоте название которого кстати говоря переводится как темная вода из мирянского языка то есть болотная вода таким образом москва россия болотная вода княгиня ква что это такое 17 веке россияне написали достаточно много различных историй об основании москвы потому что никто ничего не помнил письменные людей которые знали письмо в москве ну например там 14 или 15 веков можно было наверное пересчитать на пальцах таких людей соответственно никто ничего шиньки не знал и не помнил тем более посмотрите на современную россию они вообще не знают своей собственной истории та же история была и в 17 веке и вот начались различные попытки обосновать так сказать появление москвы царствующего города москвы даже такие были произведения в то время и вот в частности в 17 веке появилось предание обоснование москвы представьте себе масохом яфетовичем уею представьте себе внука мноя и сыном яфета москву от которого вроде бы этот город и получил свое название текст этот читатель достаточно смешно он есть в открытом доступе он есть в книжечках например такая книжечка предание русской изначальной летописи вообще на лет на летопись это мало похоже таким образом повесть о москве кто хочет может почитать и согласно этой повести массов 6 сын яфета внук ноя того самого который в ковчеге плыл из вавилона с племенем своим сделал остановку на реке названной по его имени москвой то есть представьте себе какую чушь собачью писали значит он плыл из вавилона да и при этом со своим племенем и доплыл до реки москвы и соответственно потомками этих московитов было разрушено трое основана венеция они стали первыми насельниками римской области это русскими и соответственно потом пленили на филиппа отца александра македонского завоевали рим и стали его владыками еще до того как на рим пришли годы и един московский народ населил почти всю европу это аще разные имяны но все един московский народ истинный же столб языка славянского московской земли короче вот такой вот чушь задвигали в то время от величия то есть величие переполнила мозги ударила в голову это величие московитам вместе с еще с чем-то и они вот такое все сочиняли но дальше пошел с княгиней ква такой себе тимофей каменемий каменевич рвовский как напишет в российской витебеде русский писатель и еродиакон хлоп хлопьего монастыря представьте себе 1684 1699 года то есть в европе уже лейбницы уже что там угодно куча всяких ньютонов и так далее а у них тимофей каменевич рвовский и вы сейчас услышите что он рассказывал это конечно можно просто выпасть так мере ну то есть в земле мере он это вся весь этот бред вокруг московский он из земли мире как собственно говоря и сама москву то есть у него этот намология на рыбинском водохранилище это его вся история и таким образом что он написал о древностях российского государства рукопись его даже читал карамзины и тоже что-то там выписывал уже пользовался карамзин вот этой всей чуши потом история греко-славянской написал вот этот представьте себе человек история о начале славяно-российского народа 1699 год и летопись о зачале москвы и как водится все документы в московской истории так заведено что все документы на основании которых писали эти все летописи потом сгорали ну то есть их скорее всего не было а если были но где выписать и вычитать такую чушь это нужно было конечно постараться и как пишет вот википедия что касается умозаключений то они в большинстве слабы хотя сам он был именно об этой стороне своих работ очень высокого мнения полагая что он осветил и даже разрешил многие запутанные вопросы сейчас вы послушайте как он разрешил эти вопросы можно конечно упасть приблизительно также как современные российские историки решают эти вопросы ржак таким образом как его работа называется это тоже стоит процитировать историчествующее и древнее описание и сказание всем вам есть во указание о начале родов московского рода и славяно-российского привеликого народа и о переименовании их и о зачале привеликих городов их царствующего и привеликого пред вопредбытного пред вопредбытного храда москвы и государствующего второпредбытного же великого новгорода то есть он даже новгород поставил после москвы вопреки всем всем так сказать хронологиям и вот что он написал и это все еще подчеркиваю изучалась карамзиным там во времена этого всего и вот что он написал но и уже праведному внука суща бу бывша именем месеха или жрищи мосоха сей же уба мосох ну то есть упоминается в библии егда отдуися из совозрасте быть муж крепко руки и вытяганец лукасильный вытяганец лукасильный патриарх бо он быв первый той и отец наш князь великий князь великий мосох яфетович и господарь всем нам ну короче а то есть массов яфетович представьтесь ну и дальше он писал при даже мосох яфетович господарь наш и князь первый в страну скифскую великую и землю нашу сию так предименуемую на места селения сего московского на ней же земле мы ныне жительствуем сию же реку тогда сущую безыменитую бывшую от и сперва он мосох князь по пришествии своем и переселении прекрасном и излюбленном переименовал ю мосох князь по имени своему самого себя и жены своей а княги непрекрасные и предлюбезные нарицаемые к вы то есть кого ее звали ква наверное она была зеленая и так о по сложению общекупному имен их князя нашего мозга и княгини его к вы красные преднаречейся сей же мосох князь московский бысть и начал родные нам и первый отец не только не только может скифу москво славяно-российским людям скифу москво славяно-российским людям но и всем нашим своеродным государством при многим также тимофей утверждал вот этот тимофей что река яуза была названа масохом по именам его сына я и дочери вузы таким образом вся эта история попадает в различные записочки московицкие и негативно влияют на самого пушкина и он пишет свое произведение о лягу церевне лягушки кого-во княгиня а надо сказать что даже в то время в семнадцатом веке находились люди и в восемнадцатом которые говорили ну давайте же как-то посолить не эту чушь все лепить с этой ква и с этими масохом в частности дмитрий ростовский украинец данилу туптало дмитрий ростовский он эту чушь не поддерживал естественно но есть еще одна значит о жабах мы рассказали сейчас мы о гадюках о жабах и о гадюках как о зачинателях москвы таким образом есть другая легенда юрий долгоруком и боярине степане кучки и вот согласно этой легенде юрий долгорукий ехал из киева в владимир залезья владимир на клязьми и посреди болота он увидел огромного чудного зверя было у зверя три головы и шесть пестрая многих цветов и шерсть шерсть пестрая многих цветов его явившись людям чудесный зверь затем растаял исчез словно туман утренний представьте себе огромный чудный зверь о трех головах и спросил князь юрий долгорукий что же этот значит и какой-то грек ему сказал в этом видении что встанет град привели к треуголин а пестрота шкуры значит что сойдутся сюда люди разных племен и народов но и дальше всем известная история кроме то из этого то ли змея трехглавого да то ли еще какого-то история называется о зачатии царствующего города москвы написано анонимно 17 веке и там вся эта история о начале города москвы короче о том что основатель москвы он там называется не андреем боголюбским не в те времена немножко попозже данила александрович и мол он взял с кучковича кучкович это были немножко раньше на сто лет мягко говоря ну то есть смешались кучу кони люди и что-то он короче к ним какую-то гомосексуальную связь значит имел и они эти кучковичи взяли его убили соответственно и с его женой замутили улитой и его соответственно убили то есть какая-то мокруха была в основании москвы она подтверждена немножко летописью потому что если это описано описание убиение князя андрея боголюбского с там взлесье там действительно имена этих кучковичев кучковичей дают ну короче это более-менее какой-то еще намек на что-то реальное но про этих змеев и про этих соответственно княгиню его нуюква это что-то с чем-то ну а кучковичи действительно есть летописное сообщение достаточно такое развернутое более того нашли череп скелет андрея боголюбского действительно у него эти поражения действительно у него там рука отрублена была ну короче так более менее летописное сообщение подтверждается в отличие от потому что летописи писали еще в те времена до московские еще какая-то традиция сохранялась более-менее правдивая потом все пошло наперекосяк и теперь же самое интересное кто такой этот массу массов в библию упоминается и маш массов хорош и тувал и московиты начинали это все лепить что машок это мол москва тувал это тобольск представьте себе такое даже было ну короче имя этого масоха но и народа возникает в псалмах давидовых где давид сетует горе мне мне что я пребываю у масоха живу у шатров кедарских долго жила душа моя с ненавидящими мир я мерен но только заговорю они готовятся к войне то есть машок это какой-то воинственный народ и москвитам так это понравилось что они начали везде лепить этого масоха только бы стать такими воинственными и так далее но они дело в том что они наверное не дочитали библию и не знали как он закончит этот массов в соответствии с библией потом мы книги языки или в библии находим подробное описание вот как там написано в тот день когда народ мой израиль будет жить безопасно ты массов пойдешь с места твоего от пределов севера ты многие народы с тобой сборище великое войско многочисленное и по ним поднимешься на народ бой на израиля как туча и я приведу тебя на землю мою но тут-то и ждет их уготованная богом смерть призову меч против него то есть пробки в машуха и пролью на полки его и многие народы которые с ним все потопляющий дождь и каменный град огонь и серу поражение будет столь страшным что хоронить убитых будут семь месяцев а же а же чих оружие целых семь лет причем этот массов ждет поголовная гибель вот и путь этому массу ху лежит прямо в преисподнюю там машах и фувал со совсем множеством своим вокруг него гробы их все не обрезанные пораженные мечом которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы и осталось беззаконие их на костях их потому что они как сильные были ужасом в земле живых и в откровении ивана богослова тоже гуги и магоги ну то есть в этом же и значит что они будут не спал огонь с неба и пожрал их гуга и магог ну короче вот это все то есть московиты настолько хотели себя к чему-то прицепить древнему что готовы были и древнему и ужасному и страшному что с готовы белясь были себя записать к этому ну соответственно в потомки этому массов и даже но получается что не дочитали библии да чем это все для них заканчивается вот такая вот история история о том что для россии враги но это не то что обычно это их стиль жизни то есть враги перевирание всего искажение всего полное вообще пренебрежение к правде и вообще непонимание и вот значение исторической правды то есть любое в любой пиар для московии для россии это хорошо даже самый плохой пиар как в случае с этим масоком и с этой жабой кого вот такая вот история но мы тем временем поддерживаем украинской армии счет я оставляю внизу для бойцов которые бьют российско фашистских захватчиков и эту коричневую гидру на покровском направлении с богом друзья до перемая